Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Фатима Буталибова. И сейчас коротко о главных событиях выпуска. Международный день гор. Очень близкий и символичный для Дагестана праздник. Отмечается во всем мире. Еще одно не менее значимое событие. Открытие новой горной дороги состоялось сегодня в нашей республике. Первые шаги в спорте, сложности профессионального пути и многое другое стало темой встречи видных представителей дагестанской общественности со школьниками. Подробнее в выпуске. Сегодня представители детско-юношеской автошколы Министерства образования республики совместно с сотрудниками госавтоинспекции навестили семью погибшего под колесами автотранспорта семилетнего мальчика. Трагедия произошла в минувший четверг. Возитель допустил наезд на переходившего проезжую часть дороги ребенка, спасти которого не удалось. Как выяснилось, семья мальчика испытывает финансовые сложности. Для них приобрели набор продуктов первой необходимости. Кроме того, в школах республики сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят профилактические мероприятия о важности соблюдения правил дорожного движения. Подобные беседы направлены на то, чтобы как можно больше школьников помнили о безопасности. Отметим, что с начала года в Дагестане произошло 160 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 16 детей. Минстрой спрогнозировал цены на жилье в 2021 году. Так, в Дагестане стоимость жилья составит в среднем 31,5 тысячи рублей за квадратный метр. Этот показатель является одним из самых низких в стране. При этом усредненный показатель по всем регионам составит 49 тысяч рублей. В большинстве регионов цены на жилье вырастут больше всего в наступающем году. Недвижимость подорожает в Москве и регионах Дальневосточного федерального округа. Парламент Дагестана одобрил кандидатуру Абдулпатаха Амирханова на пост председателя правительства республики. Отметим, что его кандидатуру на рассмотрение Народного собрания внес в реуглавы Дагестана Сергей Меликов. За утверждение кандидатуры Абдулпатаха Амирханова премьер-министром проголосовали единогласно 78 депутатов. Ранее Амирханов работал на руководящих должностях в Министерстве промышленности Дагестана, Минкавказе, Агентстве по предпринимательству и инвестициям республики, а также был помощником мэра Дербента. В конце 2019 года руководил управлением Росимущества. Сегодня значимая экологическая дата – Международный день гор. Это особенный праздник для Дагестана, настоящий странный гор. Они покрывают более половины территорий нашей республики. Наш следующий сюжет – об истинных ценителях красоты и величия горных вершин, которые посвятили всю свою жизнь их покорению. Зевдину Ника Магомедову 72 года. Всю свою жизнь он был тесно связан с горами, но в разных амплуа. Сначала Зевдин увлекался горным туризмом, а затем начал возглавлять поисково-спасательные отряды во время чрезвычайных ситуаций. Так простой его интерес перерос в профессию. Теперь он и заслуженный спасатель России, и мастер спорта по горному туризму. У нас раньше была такая поговорка, если мешает работе, бросай работу. Если жена мешает, бросай жена. К моему счастью, жена попалась тоже у меня хорошая. Я работал в областном совете по трудной службе, где это нужно было все развивать. И поэтому мне все это повезло. Я один день не знал, что такое воскресенье дома. Я все время и так. А следующий герой нашего сюжета Рашид Гаджиасулов работает в фонде социального страхования. Но это не помешало ему покорить Эвереста. Он первым из дагестанцев зашел на самую высокую вершину земли. На подготовку у Рашида ушло порядка четырех лет. Историческое восхождение на Эверест Гаджиасулов совершил в возрасте 49 лет. После Эвереста я изучаю красоты дагестанских гор. Это не початый край. Поверьте, здесь еще красивее. Я увидел, я был в Памире, Средней Азии, Гималаях. У нас тоже очень красивые горы. Горами недостаточно восхищаться, говорят герои нашего сюжета. Если вы хотите их покорить, важно быть готовым к трудностям и, конечно же, ознакомиться с правилами безопасности. Горы любят смелых, но осторожных. Горами миллион нет, еще столько будет стоять. Ходить надо, конечно, но соблюдение всех правил безопасности. На ура не надо. Лучше гор могут быть только горы. Даже после покорения самой высокой вершины, говорят альпинисты, интерес изучать другие не угасает. Каждый рельеф и каждая высота уникальны по-своему. Ватиман Ханапова, Магомед Магомедов, Мурат Бекбарзов. Новости ННТ. В Дагестане открыли новую автодорогу республиканского значения. Махачкала, Буйнакск, Леваши, Верхний Гуни. Она проходит до границы Левашинского района через село Салта. Накануне был сдан один отрезок дороги, протяженность которого составляет более 7 километров. В торжественном мероприятии по этому случаю принял участие госсекретарь Дагестана Хизри Абакаров. Все подробности в следующем материале. Водители и пассажиры ждали этого дня с нетерпением. Строительство этого участка дороги было начато еще в 2017 году, а его стоимость составила 138 миллионов рублей. Накануне был сдан отрезок, протяженность которого составляет более 7 километров. Эта дорога, по мнению Хизри Абакарова, является важнейшей составной частью инфраструктуры, способствующей экономическому росту и решению социальных задач горных районов. Сегодня для салтинцев самая большая радость. Наверное, у любого, который долго ждет, чтобы что-то у него было хорошее, но в основном дорога, когда появляется в селе, все этому радуются. У горцев есть пословица – пусть дорога к дорогу не зарастет травой. Я очень благодарен всем, кто принимал здесь участие, что вы сделали такую дорогу, которая действительно никогда не зарастет травой. Для салтинцев и жителей всего района этот день стал настоящим праздником. Дорога связывает столицу Дагестана с горными районами республики. Кроме того, Гунип и Салта являются туристическими местами. Живописная природа притягивает людей из разных городов и стран. Безопасная и благоустроенная дорога будет способствовать еще большему развитию туризма. Сегодня уже не раз отмечали, Гунипский район является туристическим районом. И, как вам всем известно, для развития туризма в первую очередь необходимо наличие инфраструктуры. Инфраструктура – это дорога. И сегодня мы с вами являемся свидетелями открытия этой прекрасной дороги. Я всех присутствующих хотел бы поздравить с этим прекрасным событием. Дорога проходит по горной местности на высоте до полутора тысяч метров над уровнем моря. Для обеспечения воды на протяженности дороги построено 15 металлических водопропускных труб. А для безопасности установлено около 100 дорожных знаков. Теперь в Салте готовы встречать гостей по новой дороге, удивлять своей красотой и обилием чистого воздуха. Вести в моду добрые и благие поступки. С таким призывом к школьникам обратились именитые спортсмены, врачи и представители администрации Махачкалы. Накануне в Малом конференц-зале Национальной библиотеки имени Расула Гамзатова прошло духовно-нравственное мероприятие. Организатором выступило руководство столичной школы номер 49 в лице директора Абдулки Рима Айгунова. В беседе хирург высшей категории Сабир Исмаилов и боец Юевсе Рамазан Имеев рассказали учащимся средних общеобразовательных и спортивных школ города о своем профессиональном пути. Делились воспоминаниями о первых шагах и планами на будущее. В свою очередь зам муфтия Республики Мухаммад Майранов обратился к детям со словами наставления, призвав их быть полезными членами общества. Отметим, что подобные встречи проводятся на регулярной основе. Это делается для того, чтобы наша молодежь вела себя правильно. Я лично считаю, если из 10 человек, если один ход возьмет пример, это уже большой успех для меня. Я буду лично очень рад. Также хотел поблагодарить руководство города, нашего начальника управления образования города Махачила, Вадима Валерьевича, за то, что уделят огромное внимание в сфере образования. С разных сторон подносится информация. По сути, мы делаем одну работу по облагораживанию нравов нашей молодежи, в частности. Поэтому, когда каждый по-своему и спортсмен, и общественный деятель, и духовенство доносят одну мысль, одну идею до этой молодежи, я думаю, уровень восприятия этой информации намного выше, нежели если мы по одиночке это делали бы все. Как говорим не просто, что хорошо и что такое плохо, сегодня молодежь это знает. Говорим, насколько важно, чтобы было хорошо. Насколько важно, чтобы в нашем оществе царила доброта, взаимовыважение, хорошее отношение друг к другу. Чтобы это не звучало банально для молодых людей. А чтобы это входило в моду современной молодежи, чтобы это было актуально, чтобы модно было сегодня уважать окружающих, чтобы модно было сегодня не материться, а разговаривать вежливо и уважительно. Чтобы модно было сегодня помогать друг другу, а не записывать на телефон каждую ошибку и выкладывать в интернет. И таковы были все новости к этому часу. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин